привет друзья сегодня снимаю ролик на совсем другую тему что у меня на канале это ролик о семье в ванильной семье и о маме отличника ну и конечно не наши сейчас конечно весь youtube обсуждает эту тему и я решила что я не останусь к этому равнодушна и скажу свои комментарии по этому поводу у меня тоже самое четверо детей и наверное все матери которые имеют детей больше или меньше сталкиваются с этой проблемой какие то что какие-то дети бывают успешные какие-то дети не очень ну и бывает что как говорится в семье не без урода поэтому всем наверное матерям эта тема известна и вот что я хочу сказать по этому поводу но начинается это все обсуждение конечно с того что продали ванильная семья или подарили на свадьбу не ныше ей машину и через некоторое время они решили что эту машину нужно забрать покупка это называется как я понимаю конечно я не автолюбитель покупка это называется купля-продажа это такой очень быстрый способ оформления документов но потом те кто не знает чем это как это происходит сталкивается с проблемами что все штрафы все налоги все 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 приходит хозяину машины и соответственно тут начинается разборки кто прав кто виноват и начинают искать пути чтобы как бы решить эту проблему ванильная семья решила это сделать по-другому они подарили сначала ну не ныше машину это то же самое я так поняла что они это оформили куплю-продажу и поэтому потом все претензии предъявляли лёшин но в итоге не наши не поимела ничего с этой машины и наверное только одни проблемы одни проблемы потом по какому-то случаю эту машину стали отнимать от мины хотя подарили они там ее или оформили куплю-продажу все равно есть документ какая там стоимость машины это их личное дело может быть даже и бесплатно они там ей могли это оформить наверное оформили бесплатно просто какую-то там сумму определенную написали чтобы прошла сделка и все то есть с того времени как они машину эту оформили куплю-продажу алексей и юля никакого отношения по идее к этой машине не должны иметь и там где эта машина находится в каком она состоянии их это должно интересовать меньше всего документы есть что они продали что значит не ныше и и все вдруг они через некоторое время решили эту всю тему поднять сюда подключилась мама отличника ну в общем и общими усилиями они стали гнобить нину хочу сказать отдельно про маму отличника я уже сказал что мы все имеем детей и наверное я так считаю что нормальные мамы жалеют больше тех детей которые ну как бы в жизни не очень состоялись а жалеть и быть на стороне детей которые материально обеспечены имеют хорошую семью имеют ну все в достатке ну жалеть наверное не за что вот и потом мама отличника вдруг встала на стороне Юли и вдвоем с Юли они начали прессовать Нину конечно Нина была им нужна и сейчас нужна для того чтобы она им создавала контент я смотрела этот это эти ролики не ныши и мама и мама отличника ну так с переменным успехом но один раз когда они все вместе поехали в Таиланд то есть Юля там с Лешей были в Таиланде а мама отличника приехала с Ниной к ним в гости и вот тогда я увидела какой контент может создавать Юля ой какой контент может создавать Нина Нина и как очень легко и просто на этом контенте зарабатывать деньги потому что Нина была генератором всех идей для всех каналов и если бы не Нина в Таиланде то конечно того что они если бы не Нина в Таиланде то контент конечно был совсем по другой вот поэтому она им нужна здесь в Краснодаре чтобы поддержать их каналы сейчас время карантина мы все прекрасно знаем раньше они выезжали за счет того что они ездили там отдыхать по разным странам ну и конечно контент их был намного разнообразнее сейчас они сели в лужу по-русски говоря и уже контент стал какой-то глупостью то у них там камеры там за ними кто-то смотрит то какие-то деньги они находят то кошку там кто-то чего-то там с ней сделал теперь они значит привязались к Нине с этой машиной и с какой стати они решили что эту машину нужно забирать когда на эту машину уже давно оформлены документы конечно Нине я считаю что правильно что она отдала им эту машину и чтобы больше не связываться вот а мама отличника приняла конечно сторону Юли потому что Юля тащит ее канал канал Левы и если она еще разругается с Юлей то ну здесь наверное потеряет в большей степени мама отличника ну и я думаю что и Юля поэтому они сейчас все тут в кучу склубились и гнобят Нину чтобы она приехала к ним в Краснодар и также участвовала в жизни их роликов хотя как бы давно хотя Юля по всей видимости особо канал Нины никогда не развивала Нина шла своей дорогой и я думаю что у ней вполне хватало контента и шарма какого-то чтобы создавать ролики я думаю что наоборот она потеряла много времени и сил налаживая вот контент мамы с Юлей и там социальные там социальные сети в ущерб своего канала ну а теперь хочу сказать мамы отличника такую вещь что дети должны быть все равны плохие они хорошие они успешные они неуспешные мы их родили мы их выпустили на свет как они говорят мы вас не просили и поэтому мы в ответе за то что мы получили и в первую очередь мамы отличненько нужно сесть и подумать что она сделала не так что ну вот Нина от них отвернулась и уехала и не захотела с ними как бы тут в куче всем общаться а Юлия она я считаю что нужно ясно и понятно сказать что для мамы все дети равны что Юля что Нина что Лёва и как бы не были отношения между Юлей и Ниной ну хотя бы мать тоже могла ступить как судья здесь вот то для меня Нина как это ну я так считаю что для неё Нина должна быть все равно оставаться родной дочерью и она не должна никому её давать в обиду а то что там хорошая Нина плохая Нина это проблемы матери может быть она чего-то не додала может быть она где-то проглядела может быть ну много может быть каких нюансов ну а может быть так сложилась жизнь поэтому я не считаю что Елена Павловна права в этом вопросе и какие-то ссоры выносить на обсуждения касаемо своей семьи касаемо своих детей ну я считаю что-то вверх беспринципности и это не делает особенно Елены Павловны какой-то там высокий рейтинг Юля это Юля а мать и её дети это совсем другая история вот когда у нас ну были конфликты у меня три сестры трое и когда мы что-то какие-то проблемы иногда получались у нас между сестрами мать всегда вставала на нейтральную сторону она говорила что там например мне Оль как бы ты там не ругалась с кем-то или какие-то отношения вы меня не трогайте я я буду на нейтральной стороне и никого там я не буду на чью-то сторону вставать кого-то там оправдывать решайте все сами вот так же и тут Елена Павловна наверное надо было сказать бы Юле что Юль ты гни палку но не до такой степени и как бы то ни было Нина моя дочь и я не позволю никому чужим людям хоть там Михалыч хоть там Леша хоть ну даже и Юля говорить о том что там Нина плохая или хорошая это мои проблемы и я их буду сама решать потому что как говорят умных детей жалеть не за что а жалеть надо ну по-русски говоря дураков или неудачников вот их надо пожалеть ну вот и все что я вам сегодня хотела рассказать ну не рассказать а поделиться своими мыслями по этому поводу и пожелать в первую очередь Елены Павловны сменить свою свою позицию в этом деле перестать оскорблять Нину перестать на всеобщее обозрение выносить какие-то проблемы с Ниной Нина это только ваша проблема личная ваша как матери все и все остальные там зрители или комментаторы ничего хорошего вам не скажут кроме того что сказала я вы мать и вы должны эту ситуацию разрулить сами так же как с Юлей так же как с Лешей насчет этой машины и все так же и и и все